Здравствуйте, Станислав, рады приветствовать. Добрый вечер, студия. Отношения Украины-Польши. Давайте вот начнем, так сказать, по полочкам все раскладывать. Очень тесные отношения между Украиной и Польшей. Мы все видели и даже, знаете, в социальных сетях вирусились фото и видео теплых объятий президента Зеленского и господина Дуды. И вот Российская Федерация на фоне таких теплых отношений, соседских теплых отношений, постоянно вкидывала какие-то нарративы, мол, все не так гладко и сладко, как это наблюдается. Но все же, Украина-Польские отношения, либо Польско-Украинские отношения. Для вас, что видят, знакомы они уровни, развиваются ли они дальше? На мое мнение, Польско-Украинские отношения находятся сейчас на одном из самых высоких уровней за последние 30 лет, это именно когда произошел крах коммунистической системы, и когда оба государства и оба народа обрели свободу и начали развиваться демократическим и европейским путем. Собственно говоря, мы можем констатировать, что за эти годы отношения, скажем, очень сильно колебались. Сначала было сильное потепление, были моменты, когда, скажем, международными были кризисные периоды, но в последние годы и Польша, и Украина очень сильно и тесно поддерживают друг друга, а после полномасштабного российского вторжения Польша стала, скажем, в авангарде тех стран, которые как помогают Украине финансово, экономически и в военном плане, но также и дают возможность украинцам находиться свободно на ее территории, работать, учиться и тому подобное. То есть, скажем, сейчас очень теплые отношения и, скажем так, нет каких-то признаков того, что они могут реально ухудшиться. Конечно, как и в любых отношениях, могут быть разные, скажем, ситуации, когда спорные вопросы, которые оба государства решают за столом переговоров и тому подобное. Но мы должны понимать, что у нас нет какого-то такого сейчас кризисного явления, которое бы сильно подрывало и соответствовало тем нарративам, о которых только что вы говорили. Естественно, Российскую Федерацию не устраивает такой расклад, особенно когда она понимает, что именно Польша и, скажем, ее правительство помогает Украине бороться против российской агрессии. Также Польша предоставляет территорию для доставки различного рода вооружений и тому подобное. Также и наши солдаты обучаются на территории Польши. В частности, недавно Варшава заявляла об обучении украинских пилотов для того, чтобы они могли освоить самолеты четвертого типа, четвертого поколения F-16. Ну, то есть, скажем, это очень важный сейчас этап, потому что и поляки прекрасно понимают, если не будет независимой и свободной Украины, также это риски для того, что и Польша может потерять свою свободу, свою независимость и тому подобное. И сейчас два народа держатся вместе, чтобы побороть кремлевскую атаку на наш регион. По поводу того, что говорили, то действительно в Польше распространяли фейк, а якобы драки поляков с украинцами, которые выставляли кричать «Слава Украине!» и поляков на их территории. Но это абсолютный нонсенс, и поэтому даже польские правоохранители удивляются с этого уровня пропагандистских нарративов. И, естественно, они опровергают участие украинцев в подобных акциях, в частности, то, которое произошло в Варшаве, там даже и не было граждан Украины. Но это, кстати, еще не единственный подобный случай дезинфрационного сброса со стороны кремлевской пропагандистской машины. К примеру, российские власти этими днями распространяют фейковые новости о том, что поляки убивают украинцев на фронте. В подтверждение своих слов они публиковали видео, на котором якобы поляк бежит за украинским солдатом с винтовкой. И это видео было немедленно воспроизведено российскими средствами массовой информации и показано как доказательство того, что польские наемники открыли огонь по украинским солдатам, которые якобы не хотели выполнять приказ о форсировании Днепра. Ну, вот это, скажем, тоже один из таких ярких примеров, которые также расценивают о том, что это нацелено на то, чтобы посеять различного рода раздоры и конфликты между народами. Ну и такая вот подмена реальных фактов. И Москва таким образом использует это для распространения своей пропаганды. Ну, тут еще также есть и другие цели. Ну, главное, цель одна, чтобы дестабилизировать ситуацию как в Украине, так и в Польше, ну, и достигать своих геополитических целей. Я благодарю, что вы сказали, на самом деле тут история касается, да, я вот позволю небольшой анализ, и я хотела бы услышать от вас, как вы прокомментируете. На самом деле тут история касается не только, да, в частности, Украины. Мы прекрасно понимаем, я вам честно говорю, я никогда не забуду март 2022 года, и небольшой эпизод смотрела в Ютубе, где Скобеева говорила о том, что ряд, да, российских пропагандистов о том, что происходит во Львове, да, излюбленный один из городов. И некоторые из них говорили, что во Львове, оказывается, уже даже гримны нету, а уже злотые ходят, что гримна вообще еще. Ну, то есть я не хочу повторяться, на самом деле это всегда, вот, с февраля 2022 года, Польшу очень часто вспоминают в данном контексте, но я хочу поговорить о том, насколько это тоже связано с дестабилизацией в самом Польше, почему я об этом сейчас вспоминаю, потому что, зрителям напоминаю, в Польше грядут выборы. 15 октября, да, настанет очень быстро. Парламентские выборы в Сейм и Сенат в Польше. На самом деле есть несколько политических сил, мы будем еще о них говорить, чем ближе к 15 октября, действительно, и наши корреспонденты будут работать в Польше, мы поговорим о том, как будет происходить избирательный процесс, но все-таки есть определенные все-таки политические силы, о которых стоит уже говорить сейчас. Это все-таки представители политической силы конфедерации, да, конфедерация, это так называется политическая сила. Есть что о них вспомнить все-таки, потому что есть у них своя позиция по Украине, она конфедерация постоянно ставит все-таки под вопрос военную помощь Киеву, и все-таки это единственное, я акцентирую на внимание, политическая сила во всей Польше, которую не просто подозревают про российские симпатии, да, в принципе, она и сама это не всегда скрывает. Все-таки насколько, как вы считаете, вот такие события, которые, да, вот тут побились, подрались, хотя вы абсолютно правильно сказали, что потом, как оказалось, украинцев среди тех бьющихся вообще не оказалось, там были представители другой национальности, я даже не буду говорить, какой, кто хочет, я всегда, мы хотим, чтобы наши зрители, знаете, тоже умели анализировать, критически мыслить, кто хочет, посмотрите, вы найдете ответ, да, вот я вот такую вам небольшую на сегодняшний вечер задачу, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, насколько все-таки вот это происходящее и использование, как бы то ни звучало здесь, и украинских настроений, насколько сейчас действительно это используется и будет еще, возможно, усиливаться в преддверии 15 октября? Абсолютно верно, я к этому тоже хотел плавно перейти, что такие вот дезинформационные вбросы Российской Федерации имеют и политические цели, но, в частности, российские службы заинтересованы во вмешательство в парламентские выборы в Польше, которые произойдут 15 октября, и тем самым хотят повлиять на их исход. И официально Варшава оценит эту угрозу как реальную. По мнению польских служб, наиболее вероятным сценарием будут пропагандистские атаки, сеющие панику, а также дисципилизирующие общественную дискуссию посредством фейковых новостей. И, как отмечает, сегодня упоминали Станислава Жарина, то, по его словам, россияне пытаются посеять путаницу, дезинформацию, и таким образом хотят что-то получить для себя, ну, собственно, в канун польских осенних выборов и дебатов о том, какие демократические страны должны поддержать Украину. Тут можно вспомнить различного рода, скажем, саммиты, которые произойдут осенью, а также заседание формата «Рамштайн», которое организируют, будет очень таким длительным и масштабным. И, соответственно, наверное, и помощь будет также немаленькой для Украины. Я думаю, что там также Польша будет отыгрывать одну из таких ведущих ролей, чтобы как можно больше лоббировать то, чтобы Запад давал все новые и новые виды вооружения, и, собственно говоря, и такие, как самолеты F-16. Ну, и, конечно же, чтобы ослабить такую политическую ситуацию в Республике Польша, Москва, я соглашаюсь с польскими представителями о том, что она заинтересована в том, чтобы, скажем, иметь какой-то, скажем, другой уже формат политического поля в Польше. И конфедерация, скажем, одна из таких ярких примеров. Вот, в частности, сейчас по последним опросам она занимает третье место, а именно чуть более 10%. И, скажем, это снова она набрала. Недавно она опустилась до 5, там чуть больше, чем 5% было. Теперь снова есть скачок. Ну, то есть, скажем, я думаю, что российская пропаганда хочет еще больше подогреть этот градус, чтобы такая партия, как конфедерация, смогла попасть в парламент. Ну, правда, мы должны понимать, что она навряд ли сможет иметь какой-то вес. Ну, тут она, конечно, хотела бы с кем-то объединиться, чтобы получилась коалиция. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы должны понимать, что эта партия действительно ретранслирует такие нарративы, которые очень уж схожи с кремлевскими. В частности, это касается и Украины, и Европейского Союза, потому что эта партия настроена евроскептически. А это для нас, скажем, серьезный вызов, потому что Украина нацелена на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. И та власть, которая сейчас находится в Варшаве, она поддерживает европейский и европейский выбор Украины. И, скажем, она продолжает быть адвокатом в этом плане. И, скажем, на многих таких саммитах, в частности, это было и в Вильнюсе, она лоббировала то, чтобы Украина стала полноправным членом Западных Союзов. Если, скажем, вот такие вот политические силы смогут одержать реальную власть, то это будет самым большим, наверное, подарком для Владимира Путина. Но поэтому для того, чтобы этот подарок получить, он и делает различного рода вбросы, чтобы, скажем, поменять вот эту вот, поменять эту поддержку, которая может плавно перейти, скажем, от тех здоровых партий, которые проповедуют европейские ценности и помощь Украине, скажем. Но и чтобы вот такие вот партии, которые абсолютно имеют противоположные взгляды, они получили, скажем, свое. Ну, кстати, еще с вашего разрешения добавлю, что, кстати, конфедерация очень сильно была заинтересована в этих всех массовых митингах фермеров, например, в этом году, чтобы они остановили зерновые коридоры. Это, кстати, тоже все проделки этой партии. Ну, мы должны понимать, что там также есть российский интерес в этом. И очень как-то оно интересно, так скажем, совпало, что произошли вот эти события в Польше. Ну, и Россия вышла с зерновой инициативой. Ну, то есть мы можем также проследить некую связь. Поэтому, да, тут есть политические цели, и с этим тоже стоит бороться. И на завершение, смотрите, сейчас также очень важный момент, это зерновая инициатива и доставка украинского зерна в нуждающиеся страны, вывоз зерна, да. Но мы тут видим позицию некоторых стран, в том числе и Польши, касательно возможной блокировки вывоза зерна через данные страны. Это может как-то повлиять негативно на дипломатические и политические отношения между Украиной и Польшей, по вашему мнению? Ну, скажем так, Польша не полностью блокирует эти коридоры. Она ограничена, она, скажем, не дает реализовать это зерно на территории самой Польши, а, скажем, предоставляет коридоры, допустим, вагонами, которые есть аплодированные, и они идут либо сухопутно транзитом через Польшу, ну, скажем, в Германию, допустим, либо в порты, и сразу же там перегружаются на корабли, и оттуда они доставляются в страны Африки или Ближнего Востока. По поводу того, что будет дальше, ну, сейчас, скажем так, правящая сила права и справедливость настаивает на том, чтобы то соглашение, которое было подписано с Еврокомиссией, о том, чтобы, скажем, разблокировать полностью этот коридор и разрешить реализовать украинскую продукцию, агропродукцию на польский рынок после 15 сентября, она хочет продлить. Я думаю, что это в Киеве прекрасно понимают, тоже в связи с выборами, чтобы, скажем, эти фермеры снова же таки не перешли к тем реакционным политическим силам, которые выступают против хороших отношений с Украиной, против Европейского Союза и тому подобное. Но могут быть проблемы, если уже после выборов 15 октября, когда уже, собственно говоря, будет известно, кто победил эти выборы, и будет сформулировано новое правительство, если уже тогда Варшава будет настаивать на ограниченных этих поставках, именно в таком транзитном варианте, тогда, мне кажется, могут быть некоторые проблемы в наших отношениях, поэтому нужно постоянно быть на контакте с польскими властями и, скажем, делать так, чтобы найти консенсус общий и чтобы, скажем, иметь возможность реализовать нашу продукцию и в середине самой республики Польши, ну, скажем так, чтобы это было удобно для всех. Ну, как оно будет, посмотрим. Я надеюсь, что стороны договорятся, потому что мы должны понимать, что, как я уже сказал, без свободной и независимой Украины не будет так же и свободной и независимой Польши. И для того, чтобы все страны региона мирно существовали и могли вместе противостоять российской агрессии, они должны находить общий язык, и я верю, что так оно и будет. Вот смотрите, вы вспомнили «Право и справедливость». Я действительно хотела немножечко, ну, более детально, да, о тех участниках избирательного процесса, выборах Польши 15 октября. Мы еще будем говорить конкретно о каждом, но вы вспомнили «Право и справедливость». В последнее время очень часто, когда мы говорим о политической стиле «Право и справедливость» Польши, мы также вспоминаем и вот эту государственную комиссию по борьбе с российским влиянием. Я напомню, что как раз она должна была заработать осенью перед выборами и должна была, ну, скажем так, коротко, если, да, цель какая была и создание, и решение о создании такой комиссии, это искать политиков, попавших под влиянием Москвы. И там даже был такой момент, если я не ошибаюсь, тут, Санислава, поправить, и надлежало их искать среди польских официальных лиц, начиная с 2007 года. Тоже важно об этом говорить. Я напомню, что тогда, как к власти Расти пришел Туск, далее не буду продолжать, я хочу об этой комиссии. Вот изначально как раз политическая сила по праву и справедливости наделяли все-таки эту комиссию даже определенными такими неограниченными полномочиями. Агентов Кремля предполагалось на 10 лет лишать права распоряжаться бюджетными средствами. По сути, это означало запрет занимать любые государственные должности. Я, но все-таки град критики был, законопроект отозвали на доработку, и репрессивная часть была смягчена, и стало известно, что Госкомиссия не успеет приступить к работе до выборов. Поэтому хочу у вас спросить, почему все-таки, как по вашему мнению, это из-за град критики эта комиссия не заработала, или все же внутри консенсус был достигнут между политическими силами, что давайте, мол, не искать агентов Кремля среди своих же, но для того, чтобы не расшатывать тоже польское общество. Вот есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, скажем так, я думаю, что там было и то, и другое. Ну, объясню почему. Дело в том, что как только стало известно об этой законодательной инициативе, тогда сразу действительно пошла волна критики, и особенно это была критика со стороны оппозиционных сил, в частности партии «Гражданская платформа», потому что мы должны понимать, что именно, вы правильно скажете, что как раз тот период, который упоминался, было правительство Дональда Туска, и, кстати, очень многие представители правящего лагеря упоминали его имя и говорили, что он якобы рассчитается за те свои грехи, как можно сказать, когда он был при власти. Ну, скажем так, там были некоторые моменты, когда Туск хотел наладить отношения с Россией, и это еще было в нулевых годах, но, так скажем, далеко еще было до той ситуации, которая сейчас, поэтому парадигма тогда политическая была иная, но правящая в Польше сила это постоянно упоминает и, скажем, постоянно критикует предшественников за такую мягкую позицию по отношению к Москве. Но мы должны помнить, что 4 июня тогда собрали оппозиционные силы огромный митинг, так и назывался, марш 4 июня, на котором присутствовали не только члены «Гражданской платформы», во главе с Тонентом Пуско, но также и лидеры других политических сил, но в частности это представитель польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш, ну а также лидер движения «Польша-2050», ну и также были другие, скажем, представители оппозиционных партий, и это было сигналом для властей, что оппозиция может объединиться в одну уже такую большую силу и общим списком пойти на выборы. Ну поэтому, скажем, это одна из причин, почему стороны договорились. Ну и, естественно, я не исключаю, что были еще какие-то консенсусы уже внутри политическом поле в Польше, чтобы, скажем, тоже не расшатывать ситуацию, потому что ситуация довольно-таки серьезная, и Россия также может воспользоваться ею. Ну и тут мы должны понимать, что сейчас правящий лагерь «ПИС» пошел немножко по другому пути. Он сейчас организовывает в день выборов в Польше еще и референдум, там где тоже, скажем, очень часто упоминали в этом контексте вопросы, которые там будут заданы, напомню, четыре вопроса. Также Дональд Туск. Ну то есть тут есть свои внутренние польские трения, поэтому я думаю, что на протяжении ближайших полутора месяцев мы еще увидим много, скажем, таких интересных моментов. Но я надеюсь, что градус не будет настолько высоким, что от этого пострадают отношения с Украиной. Это очень важно, потому что, скажем, некоторые партии хотят использовать, как мы уже об этом говорили, украинскую карту, но я думаю, что все-таки это придет более-менее нормально. И я надеюсь, что и вопрос с зерновым коридором, и другие спорные вопросы не будут решены. И уже после 15 октября все-таки эти, скажем, все политические страсти спадут, потому что, скажем, уже найдется более нормальная жизнь. Но пока что сейчас мы должны понимать, что это все канун выборов, и от этого никуда не деться. И Польша, да, наславится, кстати, тем, что у нее очень-таки всегда большие такие баталии происходят, как это было, например, в 2020 году, накануне президентских выборов. Ну и, собственно говоря, парламентские выборы не есть исключением. Да, спасибо вам огромное. Спасибо, я напомню, Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, был на прямой связи с нашей студией.